Заклятые враги, эти знаки зодиака ненавидят друг друга больше всего. Неприязнь между людьми может проявляться в разнообразных формах. И часто она возникает из-за глубоких разногласий и противоположных взглядов на мир. Иногда бывает так, что среди нас есть люди, родившиеся под тем знаком зодиака, который кажется абсолютно несовместимым с нашим собственным. Мы все встречали таких людей, и иногда даже их ближайшее присутствие может вызывать нам недоумение и раздражение. Овны и тельцы. Овны принадлежат к категории людей, которые всегда в движении, всегда нацелены на то, чтобы сделать свою жизнь насыщенной разнообразными событиями. Это не столько предпочтение, сколько внутренний драйв, когда они останавливаются, они чувствуют, что теряют свою активность и становятся домоседами. Овны не испытывают антипатии к ленивцам, скорее они не могут понять и не одобряют монотонный и пассивный образ жизни. Они предпочитают быть известными своей спонтанностью и умением веселиться. Тельцы, с другой стороны, обладают крепкой уверенностью в себе, поэтому несколько критики или атак на их стиль жизни не огорчают их. Они уверены в своем выборе и находят устойчивость в собственных убеждениях. Однако, когда кто-то начинает активно выражать свою антипатию к тельцам, они готовы противостоять такому негативу. Основное затруднение для тельцов заключается в попытках понять, почему овны всегда в движении и не могут найти время для покоя. Тельцы считают, что, возможно, в жизни овнов происходит что-то более серьезное и значимое, чем это может показаться с первого взгляда. Козероги и рыбы. Козероги придерживаются традиции и всегда подвергают сомнению все, что не соответствует их логике и здравому смыслу. Когда они сталкиваются с людьми, чьи умы блуждают среди облаков, они могут быстро решить не иметь с ними дела. Козероги верят, что нет смысла тратить свое время на тех, кто не разделяет их взгляды на мир. Что касается рыб, козероги могут считать их мечтателями, которые не всегда следуют установленным нормам и правилам. Однако это не означает, что рыбы не обладают интеллектом. Напротив, они считают себя счастливчиками, так как способны видеть мир с открытыми глазами и придерживаться нестандартных точек зрения, вместо того, чтобы ограничивать себя как козероги. Их ненависть друг к другу связана с тем, что они представляют два совершенно разных типа людей, живущих на разных плоскостях. Водолеи-близнецы. Близнецы процветают, когда находятся в окружении друзей и наслаждаются веселым времяпрепровождением с ними. В отличие от водолеев, они часто выбирают ночные приключения и могут веселиться до самого утра, не торопясь возвращаться домой для отдыха. Близнецы не видят ничего плохого в таком стиле жизни, но водолеев это может раздражать, так как они считают, что время в одиночестве также важно. Водолеи гордятся своей способностью соблюдать обещания, и они всегда стараются быть надежными и ответственными друзьями. Близнецы, с другой стороны, иногда могут иметь трудности с соблюдением обещаний и воспринимают дружбу более свободно. Они могут думать, что водолеи не так сильно связаны со своими близкими, как они сами, и иногда это создает недопонимание между этими двумя знаками. Водолеи-близнецы часто сталкиваются из-за своих различных взглядов на дружбу и обещания. Лев и Дева. Львы – это истинные драматурги, которые часто желают, чтобы мир вращался вокруг них, не уделяя внимания тем вещам, которые имеют всеобщее значение. Они не только уделяют свое внимание собственным проблемам, отвлекаясь от важных вопросов, но и делают это так, что это может поставить в неловкое положение многих окружающих. Девы, с другой стороны, не могут терпеть постоянную потребность львов быть в центре внимания. Их способность избегать центральной роли иногда может привести к тому, что их воспринимают как отшельников. Однако это происходит только потому, что Девы некомфортно себя чувствуют, находясь в центре внимания. Девы не только испытывают дискомфорт в таких ситуациях, но и могут считать, что их воспринимают как холодных и неприветливых. Поскольку львы часто находятся в центре внимания и привыкли к похвалам, они редко пересекаются с Девами. Хотя они могут не проявлять активную ненависть к Девам, они сделают все возможное, чтобы подчеркнуть, что у них нет общих интересов. Рак и стрелец. Раки предпочитают придерживаться того, что им знакомо, и редко рискуют попробовать что-то новое, особенно если нет веских причин для этого. Иногда их осторожность и неуверенность могут показаться навязчивыми, но это часто связано с их стремлением к комфорту. Стрельцы, с другой стороны, не переносят эту черту характера Раков. Они страшно боятся упустить какие-то новые возможности в жизни и поэтому стараются всегда быть готовыми к новым приключениям. Стрелец прилагает все усилия, чтобы наслаждаться временем с друзьями и не зависеть от обстоятельств. Раки ценят, когда их партнеры допускают некоторую степень навязчивости, что противоположно стрельцам, которые стремятся сохранить свою независимость. Если стрельцы чувствуют, что их свобода или возможности ограничиваются в отношениях, они могут быстро решить завершить их. А Раки будут считать такой подход неуважительным. Весы и Скорпион. Весы прилагают много усилий, чтобы создать справедливую и сбалансированную жизнь, избегая всего, что может вызвать агрессию или нестабильность. Они разработали систему минимизации рисков и предотвращения негативных последствий. И это помогает им держаться подальше от представителей знака Зодиака, таких как Скорпионы. Эти два знака имеют совершенно разные взгляды на жизнь. Скорпионы склонны к принципу око за око и не всегда следуют идеям мира и справедливости, что противоречит мировоззрению весов. Несмотря на то, что весы склонны к пассивности, когда речь идет о разрешении конфликтов, они всегда выражают свое неодобрение образу жизни Скорпионов. Эта ненависть между весами и Скорпионами возникает из-за их явных различий и противоположных подходов к жизни. В заключение, стоит отметить, что в астрологии существует множество мнений и толкований отношений между разными знаками Зодиака. Хотя ненависть может казаться слишком силькой эмоцией, в реальной жизни отношения между представителями разных знаков могут принимать самые разные формы, и не всегда они характеризуются враждой. Важно помнить, что астрология предостерегает нас о потенциальных конфликтах, но исход отношений всегда зависит от характеров и жизненных обстоятельств каждого человека. Гороскопы и знаки Зодиака – это лишь один из многих аспектов взаимодействия людей. На практике важнее уметь понимать и уважать друг друга, независимо от знака Зодиака. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.